Музыка Рейтинг предпочтений российских туристов в эти новогодние праздники не особо отличался от прошлого года, от каникул начала 2017 года. Лидирующие направления, если мы берем в совокупности все рынки внутренне, выездной, это лидирующие направления, безусловно, Сочи. И далее следует целым пакетам зарубежные страны, такие как Таиланд, Арабские Эмираты, Вьетнам, Индия и Доминикана. Это основные теплые страны, которые привлекли наших туристов в эти новогодние праздники. Дальше с достаточно большим отрывом следуют горнолыжные направления европейские, альпийские. Среди горнолыжных направлений лидируют Италия, Австрия, Андорра, Франция, Швейцария. Примерно так распределяются приоритеты наших потребителей. В общей сложности по оценке туристического бизнеса спрос практически на всех направлениях, перечисленных, увеличился по сравнению с прошлым годом от 15 до 30%. И причина этому по оценке наших аналитиков практически неизменившаяся стоимость отдыха по сравнению с прошлыми новогодними праздниками. Я напомню, что практически все предыдущие годы, каждый год на новогодние каникулы стоимость отдыха как в России, так и за рубежом традиционно увеличивалась на каникулы примерно на 15-20%. Это было стандартное увеличение цены, потому что новогодние праздники, такой пик высокого сезона, в принципе, в достаточно низком зимнем сезоне. В этом году такого роста цен не произошло. Внутренние курорты увеличились практически в пределах инфляции, то есть она была неощутима в целом для потребителя. А зарубежные направления практически в валютном выражении не изменились в цене по сравнению с прошлым годом, что, на наш взгляд, и привело к такому росту спроса. Мы ожидаем, что после окончания новогодних праздников они еще не вполне закончились. Многие туристы продлили свой отдых до 14 января. И после 14 января мы ожидаем большого количества спецпредложений и снижения цен в связи с, опять-таки, более резким снижением спроса, чем мы наблюдали в предыдущие годы. К счастью, в эти новогодние праздники не произошло никаких эксцессов, инцидентов. Туристы не сидели в аэропортах, и туристические компании в полном объеме выполнили взятые на себя обязательства. Если не считать природных катаклизмов, которые у нас сейчас разворачиваются в Альпах, но туристы от этого не страдают, и желающих досрочно вернуться, это было бы невозможно, к сожалению. Тем не менее, паники там нет, и никто не жалуется на свою горькую судьбу, будучи замурованным в четырехзвездочной гостинице посреди альпийских гор. Продолжение следует...